Здравствуйте, Роман. Как у тебя дела? Привет, Роман. Да, я в больнице. Ты же знаешь, я лежу. Я больше недели назад, не, у меня больше месяца назад начала болеть поясница. Я не придавал этому значения. Ну, тянуло и тянуло потихоньку. Терпимо было. Думал, пройдет. Обратился к своему нефрологу, она говорит, да ничего страшного. Ну, по почкам врач. Понимаешь? А потом в каждой неделе все больше и больше. А потом так сильно стрелять начал в почку, в ногу. Не встать, не сесть, не лечь. Понимаешь? И потом пошли такие боли ужасные, что пришлось вызвать скорую. Скорая приехала, меня просто без сознания забрали в Ботхинскую больницу. Положили сначала в реанимацию, привели в чувства. Понимаешь? Потом думали сначала, что перитонит, что-то с почками. Пригласили нефролога. У меня оказался раствор, который я делаю, он прозрачный. Это значит, показалось почками, более-менее все хорошо. И когда вот я уже сейчас нахожусь в девятом неврологическом отделении Ботхинской больницы, когда мне сделали недавно МРТ, понимаешь? Мне сделали МРТ. Пришел врач, пришел врач, нервно-хирург или как он там называется? Нервно-хирург, нервно-хирург. В общем, хирург сказал, что вам сделали МРТ. Если там очень все печально, вам надо сделать срочно операцию и металлоконструкцию в позвоночник ставить, потому что у вас очень плохо. Последствия могут быть плохие, если вы операцию не сделаете в ближайшее время. Вы можете поехать в Белгород по квотам. Я говорю, как я могу поехать, если я в больнице в плохом состоянии, я не смогу доехать, это невозможно. Ну, тогда только платно, если вы желаете. В понедельник мы приедем, придем на работу. Если вы добро дадите на операцию, вам надо платить операцию, это больше 300 тысяч рублей. Там я сначала думал, что 200 операций, сегодня врач пришел и разъяснил мне, что по всей вероятности это 300 будет операций, плюс, наверное, это реабилитация, потому что пока вот этим металлоконструкцию закажем, пока операции подготовят, понимаешь? Сейчас я просто ко всем людям. Я буквально недавно вчера в соцсетях выложил пост и выложил документы, что нужна операция очень срочно. Никто, по сути, не откликнулся. Но мне объяснили, если операцию не сделать, я могу не ходить, у меня будут проблемы. Можно было бы, конечно, с этой болячкой жить, как и многие люди живут. Если бы непочечная недостаточность тяжелая, понимаешь, Виталий? Потому что, я так понял, вот это там какое-то тяжелое совмещение, плюс нервы, и нервы бьют по почкам, самое главное, понимаешь? Если бы непонятно хроническая почечная недостаточность, этим можно было жить, люди с этим живут. Но в таком случае нельзя, нужна операция, понимаешь? Поэтому у меня просто два дня осталось, в воскресенье и понедельник, чтобы найти эти 300 тысяч на эту операцию. Я просто призываю всех к помощи, к поддержке. Давайте вспомним, что наш фонд очень много делал для сирот, очень много делал для людей. Я и дальше готов помогать детям, развивать фонд, заниматься помощью детей. Но мне надо самому на ноги встать. Понимаешь, Виталий? Понимаю. Я очень хочу помогать детям, я очень хочу заниматься благотворительностью, при том, что 11 сентября 2020 года у нас мероприятие никак не отменяется. Сейчас там люди подготавливают это мероприятие. Пока я в больнице, они готовят там и афиши, и билеты, и распространение билетов, и наполнением залом занимаются, и привлекают спонсоров, пока я лечусь, и пока я в тяжелом состоянии. Так что я, как бы мне тяжело ни было, но я фонд не ослабляю. То есть работа фонда ведется, понимаешь? Но сейчас я всех, я ради всего, святого всех призываю помочь фонду. Просто, не фонду, мне. Помочь на операцию, на лечение. Я вас очень прошу, на карту, на карту, деньги не надо посылать. Почему? Потому что мне придется оплачивать операцию, даже если вы начнете посылать деньги на карту. Как я налоговой объясню, что я деньги снял с карты, положил на свой же расчетный фонд фонда, счет фонда, да, и оплатил операцию. То есть, получается, я сам себе положил деньги. Это схема. Меня могут обвинить в каком-то мошенничестве. Поэтому я всех прошу, если вы желаете добра и хотите помочь, всех неравнодушных людей, я вас прошу, вы отправляйте денежку 100, 200, там, 500 рублей, там, кто сколько, но на расчетный счет фонда «Добро в пути». Я вас прошу, укажите назначение платежа на операцию президенту фонда «Добро в пути» Степанову Роману Васильевичу. Мы выложим ниже видео, выложим обязательно больничные все вот эти показания, что мне операция нужна, что у меня там диагноз, описание, МРТ было. И мы выложим дальше, ниже видео, обязательно реквизиты фонда. Понимаешь, Виталий? В описании видео. Да. Да, ниже видео, да, будут реквизиты фонда и документы, что я тяжело болею. Поэтому, друзья, Господь все видит, Он каждому вас даст. Я прошу любой поддержки и помощи. «Помогите мне просто встать на ноги и помогите детям не остаться без того фонда, который реально рискует жизнью и просто помогает людям, детям». Понимаешь, Виталий? С вами был президент благотворительного фонда. Это был Пути Степанов Роман Васильевич. Спасибо, Роман. Тебе тоже спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok